Тактика допроса на очной ставке. Очная ставка является самостоятельным следственным действием. По существу это допрос двух ранее допрошенных лиц в присутствии друг друга по поводу существенных противоречий, возникших между их показаниями. Если эти лица раньше не знали друг друга, то до очной ставки проводится предъявление для опознания. Разумеется, если один из них или оба могут и готовы участвовать в опознании. Следователь проводит очную ставку, когда ему необходимо выяснить, кто из двух допрошенных лиц дает ложные показания. В этом случае на очной ставке происходит своеобразное столкновение показаний, проверка их на прочность. По интонации, экспрессивным движением каждого из допрашиваемых, потому как они реагируют на противоречия между их показаниями, следователь может судить о правдивости или ложности сообщенных ими сведений. Очная ставка может быть использована для оказания допрашиваемого помощи в припоминании заблуждения. Очная ставка является также эффективным средством психологического воздействия на лицо, дающие ложные показания. При этом особую роль играет эффект непосредственного эмоционального воздействия одного лица на другое, особенно в тех случаях, когда допрашиваемый не знал, что есть очевидцы совершенного преступления, либо надеялся, что против него показания не будут даны. Очная ставка является довольно сложным следственным действием. В определенных случаях даже рискованным, поскольку возможно и отрицательное воздействие допрашиваемого на лицо, дающие правдивые показания. Кроме того, обвиняемые на очной ставке могут договориться между собой и согласовать свои ложные показания, чему следователь не всегда в состоянии помешать. При наличии таких опасений лучше не спешить с очной ставкой и попытаться устранить возникшие противоречия другим путем, например, за счет воспроизведения звукозаписи показаний, либо предъявления видеозаписи допроса. Точно так же очную ставку между несовершеннолетним и взрослым целесообразно проводить лишь в тех случаях, когда следователь уверен, что взрослый допрашиваемый не окажет негативного воздействия на показания несовершеннолетнего. Перед очной ставкой необходимо тщательно изучить показания допрашиваемых, учесть их взаимоотношения, выяснить сущность возникших противоречий, наметить вопросы, которые должны быть заданы, их последовательность, и решить вопрос о том, кто будет первым допрашиваться на очной ставке. Обычно первым допрашивается лицо, дающее по мнению следователя правдивые показания, хотя в некоторых ситуациях можно поступить и наоборот в расчете на то, что ложные показания, затрагивающие интересы другого допрашиваемого, вызовут у него возмущение. В результате он может сообщить факты, о которых до этого умалчивал. Одной из задач очной ставки является получение хотя бы от одного из допрашиваемых новых сведений о таких эпизодах, обстоятельствах и деталях происшедшего, о которых до показаний этого допрашиваемого на очной ставке не сообщалось и которые можно было бы подтвердить имеющимися данными, либо при проведении других следственных действий. Поэтому следователь должен заранее ограничить объем сообщаемой допрашиваемым информации с тем, чтобы другой допрашиваемый мог проявить свою осведомленность и дать показания, выходящие за пределы того, что было сообщено на очной ставке. Только в этом случае следователь может быть уверен, что показания, полученные на очной ставке, не являются результатом наводящего характера показаний другого лица.